Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. И сегодня вы узнаете рецепт экспресс-процедуры, которая очень быстро восстановит вашу кожу, подготовит кожу к нанесению декоративной косметики, подготовит и подтянет очень дряблую кожу, подготовит к новогодней ночи. И, в общем-то, процедура эта состоит из двух масок и одной тонизирующей процедуры. Видео будет полезным, видео будет информативным, поэтому устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! И, конечно, мои дорогие друзья, все новогодние приготовления, хлопоты очень ограничивают вас во времени. И женщинам практически его не хватает для того, чтобы привести себя в порядок. Сейчас я, мои дорогие друзья, предлагаю вам сделать один комплекс процедур, который очень быстро поможет привести кожу уставшую в очень хороший вид, в холеное состояние. И, в общем-то, давайте приступим. Этот экспресс-метод быстрого омоложения и быстрого освежения кожи очень прост в приготовлении. Состоит из двух масок. Одна масочка питательная, увлажняющая. Видите, какой у нее интересный цвет. Состав маски тоже доступен, простой. Эту маску легко подготовить, приготовить в домашних условиях. Все ингредиенты, конечно, у хозяйки под рукой. И, мои дорогие друзья, я предлагаю сделать сразу три процедуры, три маски. То есть, подготовить три масочки и затем последовательно одну за другой наносить. Когда вы занимаетесь, возможно, уже сервировкой стола, возможно, какими-то другими приготовлениями. Между делом приготовьте вот эти вот масочки и в свободную минуту практически для того, чтобы эти масочки держать на лице, нам потребуется всего лишь 20 минут на две маски. То есть, одновременно будем ухаживать и за лицом, и за кожей под глазами, и за кожей шеи и декольте. Мои дорогие друзья, давайте приступим к приготовлению этих шикарных масок. Этот курс состоит из трех масок. Первая масочка для кожи лица предназначена. Она будет хорошо питать, разглаживать мелкие морщинки, увлажнять, подготовит кожу к нанесению декоративной косметики. Вторая масочка предназначена для кожи вокруг глаз. Эта маска очень быстро разгладит мелкие морщины, хорошо напитает кожу и также подготовит кожу вокруг глаз к нанесению макияжа. И следующий этап это тонизирование кожи. Я покажу, как легко просто сделать тонизирующий такой лосьон в домашних условиях. И, в общем-то, давайте приступим. Первая масочка в составе ее у нас овсянка. Овсяные хлопья заливаем теплым молоком и настаиваем 15-20 минут, либо на водяной бане, либо просто разогреваем. Я эту овсянку разогрею в микроволновке. Это быстро, это, как говорится, экономично. И, в общем-то, заливаю молоком, вернее, количество молока именно такое, чтобы полностью покрывались овсяные хлопья. Да, овсяных хлопьев я взяла 2 столовые ложки и сейчас ставлю в микроволновку. Итак, мои дорогие, овсянка у нас заварилась. Добавляю 2 ложки этой овсяночки, добавляю ложку оливкового масла, настойное с розами. Я рассказывала, как делать оливковое розовое масло. Просто набиваете баночку лепестками роз, заливаете сверху оливковым маслом, настаиваете 3-5 дней в темном месте, и вот получается розовое оливковое масло. Разминаем и добавляем несколько ягод малины, возможно, у вас есть замороженная вишня, любой фрукт, который есть у вас, возможно, в холодильнике в замороженном виде. Можно добавить туда несколько ягодок. Просто клубники шикарно будет работать на питание. Также разминаем. Очень хорошо. Главное, чтобы ягодки эти были тоже размороженными. И вот такая питательная смесь у нас получается. Конечно, в эту маску идеально нужно обязательно добавить ретинола, ацетат. Тоже у меня довольно часто спрашивают, где его купить. Невозможно достать, мои дорогие друзья. Вот все аптечные средства, которые я применяю для масок, для ухода за своей кожей, очень легко купить в аптеке. То есть они продаются без рецепта. Все косметические масла, ретинола, ацетат, витамин Айвид тоже продается в аптеке. Я думаю, что труда не составит, чтобы закупиться и чтобы использовать эти нужные каждый раз для масочек, для ухода компонента. Так, и сейчас, конечно, я добавляю ретинола, ацетат, 5 капель, витамин А, и добавлю эфирное масло. Вот у меня большое количество различных эфирных масел, мои дорогие. Сегодня я предлагаю вам добавить в эту масочку масло эфирное пачули, 3 капли. Это будет усиливать эффект тех питательных компонентов, которые есть в этой маске. Не забываем, что эфирные масла в чистом виде использовать нельзя обязательно в сочетании с базовыми маслами. Конечно, в качестве базового масла может выступать и оливковое масло. Вот в этой масочке у меня есть и оливковое масло. Видите, немножко такой густой получилась консистенция масочка. И я предлагаю в эту масочку добавить и ложечку отвара из трав. Я заварила мяту. Мяту эту я подготовила для заключительной процедуры. Но думаю, что не помешает и мята именно и в этой масочке. Тоже добавляю ложечку для удобства нанесения, чтобы просто удобнее было наносить эту масочку. Все, консистенция достаточная для того, чтобы удобно было наносить. И это вот первая масочка, которую мы приготовили. Я предлагаю сначала приготовить все маски. Следующая маска, которую я предлагаю сделать, предназначена для кожи вокруг глаз. Для того, чтобы быстро убрать морщинки под глазами. Для того, чтобы очень быстро освежить кожу, разгладить мелкие морщины. Убрать гусиные лапки. Нам понадобится ложка сливочного масла. Очень хорошо, если у вас есть домашнее масло, либо топленое масло, очищенное. У меня есть обычное сливочное масло, вот такого желтого цвета. В эту ложку масла я добавляю аевит. Несколько капель усиливают, так сказать, эффект этого масла. Ну, 5 капель достаточно. И капельку глицерина для смягчения кожи. Достаточно. Все теперь хорошо перемешиваем. И масочка готова к нанесению. Вот эту маску можно сделать заранее. Кстати сказать, можно приготовить ее заранее. И держать в холодильнике, как только появляется необходимость в очень быстром восстановлении кожи сухой, вокруг глаз, кожи шеи, кожи декольте. Эту масочку можно наносить. И очень быстро эта маска простая, но очень-очень эффективна именно для сухой кожи. Эту маску я буду использовать для кожи вокруг глаз, на шею и на зону декольте, чтобы освежить, увлажнить и напитать эту тонкую кожу. И, мои дорогие друзья, следующая процедура, которую я вам предлагаю сделать обязательно после всех этих масок и приготовить, конечно, заранее. Это умывание кубиками льда. Видите, у меня уже кубики эти растаяли. Конечно, я их повторно буду замораживать. Это кубики с отварами. Один кубик у меня с зеленым чаем. Другой кубик у меня с обычным черным чаем, с наполнителем, по-моему, с лимоном. И, конечно, в качестве умывания, очищающей процедуры буду использовать я и протирание кожи. Именно для того, чтобы успокоить кожу, для того, чтобы очистить кожу, вот такой вот мятный отвар буду использовать. Ну все, мои дорогие друзья, давайте приступим к нанесению. Это очень важный процесс, как нужно правильно наносить и что в дальнейшем делать. После того, как мы сделали именно вот этот шикарный курс, я вам расскажу, что делать дальше. Смотрите до конца. Эти две масочки будем наносить одновременно на все, так сказать, зоны проблемные женской внешности. И, конечно, для того, чтобы эти маски работали, нам понадобится всего лишь 20 минут. И, мои дорогие друзья, давайте приступим к нанесению. Конечно, перед каждой масочкой я рекомендую протирать кожу пероксидом. Пероксид – это 3% перекись водорода, продается в аптеке. И для того, чтобы именно вот эту пленку, которая образуется даже после умывания на коже лица, которая будет мешать проникновению питательных веществ, нужно обязательно убирать. Я перед каждой масочкой рекомендую протирать кожу лица именно пероксидом. Как я уже сказала, на все про все нам понадобится всего лишь 20 минут. Поэтому протерли кожу и наносим. И первым делом я рекомендую нанести масочку под глаза. Масочка жирная, масочка питательная. И я буду наносить ее кисточкой. Маска вторая, она более густая, поэтому маску под глаза наношу кисточкой и на зону шеи декольте. А овсяную масочку буду наносить пальчиками, как удобно. Смотрите сами, мои дорогие друзья. Масочка питательная, масочка очень жирная. Сразу наношу эту маску и на шею, на зону декольте. Лучше всего наносить масочки быстро. Прям вот быстренько-быстренько нанесли, быстренько-быстренько распределили. И желательно, конечно, вот когда вы масочки эти уже нанесли, все-таки эти 20 минут провести в лежачем, в горизонтальном, так сказать, положении. Просто прилегли, просто отдохнули, расслабились. Потому что предстоят, конечно, такие бурные праздники. Поэтому нанесла масочку под глаза и сразу наношу масочку на кожу лица. Как я уже сказала, пальчиками ее удобнее наносить, потому что она густая. И эту маску наносить нужно сразу толстым слоем. Потому что времени у нас мало, да, времени у нас мало, времени у нас ограничено. Поэтому наношу сразу вот таким толстым слоем эту маску. Все, нанесли маску. Теперь нужно принять горизонтальное положение и 20 минут в тишине, возможно, за прослушиванием приятной музыки. Маска и вкусная, к тому же. Вкусная. Все, ложимся на 20 минут. Мои дорогие друзья, 20 минут прошло. Умыло кожу лица. Кожа сияет, кожа сверкает. И, конечно, эффект очень быстрый. На самом деле, как я уже сказала, экспресс масочка. Заключительной процедурой, конечно, нужно протонизировать кожу лица после того, как умыли. Если у вас жирная кожа, то хорошо умойте свое лицо либо с мылом, либо с какой-то умывалкой. Если у вас очень сухая кожа, достаточно просто теплой водой сполоснуть лицо. Но для всех типов кожи заключительная процедура – это, конечно, будем протирать успокаивающим отваром кожу лица мятой. Мятая – это идеальный вариант. Просто промакиваю я ватный диск, немного отжимаю. И по кожным линиям начинаю проводить, протирать кожу. Этим отваром также протираю я и зону декольте, и шею по направлению вверх. Кожа тоже ожила. Конечно, у меня есть вот эта морщинка, но я вижу, что она уже такая, более сглаженная. Этим же раствором хорошо протирать и сами глазки, и кожу вокруг глаз. Протираю, начиная от внешнего уголка к внутреннему. И наша кожа практически готова к нанесению декоративной косметики. Нужно дать 2-3 минуты для того, чтобы впитался этот питательный раствор. И начинаю наносить макияж. Мои дорогие друзья, напишите, пожалуйста, есть ли у вас какой-то универсальный рецепт омоложения. Мне тоже очень будет интересно знать, каким способом вы быстро восстанавливаете свою кожу. И напишите, пожалуйста, помог ли вам этот экспресс метод омоложения. Поделитесь этим видео со своими подругами, с женщинами, которые тоже хотят быть молодыми и красивыми. И до Нового года еще есть немного времени для того, чтобы собрать информации побольше. Полезность, что же можно сделать в последние минуты уходящего года для своей красоты и молодости. Мои дорогие друзья, я надеюсь, что, как всегда, вы с пользой удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok